На правах хозяина в очередной раз ему рада приветствовать в своих стенах Русриск и экспертов Мне так неудобно, я ничего не вижу И экспертов, которые участвуют в нашем сегодняшнем семинаре Насколько я помню, это третий семинар в этом году Третий? Да По-моему, третий семинар в этом году А в череде нашего постоянного взаимодействия с Русриском И, соответственно, нашего постоянно действующего семинара Риск-менеджмент в системе корпоративного управления Это уже, наверное, десятый Где-то около того, я не скажу, что десятый, но девятый, наверное Да, мы еще, покуда, скажем, юбилейный не отпраздновали семинар Но надо провести инвентаризацию И мы будем понимать, что мы близки уже к некой реперной точке Невозврата, что называется Сегодняшний семинар посвящен достаточно сложной теме И непросто воспринимаемой в том числе не только среди студентов, магистрантов и бакалавров Но и среди клиентов страховых организаций Случился сбой в тот момент, когда многие российские традиционные участники Акции которых котировались на международных биржах Перестали иметь такую возможность Что стало для них достаточно серьезной проблемой И, с одной стороны А с другой стороны, компании столкнулись с тем, что они не могут купить традиционное страховое покрытие Защищающее директоров и менеджеров от непреднамеренных ошибок в управленческой деятельности Которые могут влиять на устойчивое развитие компаний В широком смысле этого слова На российском страховом рынке И это стало одним из серьезных челленджей И заставило и рынок в том числе соорганизоваться Создать внутренний пул по распределению этих рисков Но я надеюсь, что эта тема еще будет освещена в наших докладах На сегодняшний день И мы сегодня только с утра говорили на эту тему В том числе, как ни странно, пусть вас это не удивляет В связи с климатическими рисками Экспозиция, которая может возникнуть По предъявлению претензий Высшему командному составу Компаний, которые работают на рынке В связи с этой темой Она также достаточно актуальна Мы как раз с Мариной Георгией обсуждали эту тему О том, в какой степени те аварии, инциденты Экологические, в том числе Которые связаны с отсутствием в системе корпоративного управления Специальных разделов, специальных сценариев Специального анализа Связанного с влиянием климатическими рисками И соответствующей реакции Топ-менеджмента на необходимость Наличие таких практик Может повлиять и на предъявление исков По страхованию D&O Директорс и офис лиабилитет Соответственно, мы обсуждали тему Связанную со страхованием ответственности Директоров и менеджеров Года полтора, наверное, тому назад А может быть даже и раньше Тогда, когда у нас еще не было санкционных ограничений Когда у нас еще не случилось Тех вызовов, о которых я частично рассказала Когда компании назывались по-другому И некоторые входили в огромные международные группы Мы видим, как ситуация может быстро меняться И насколько она требует адаптации традиционных решений Которые были в том числе доступны и на страховом рынке Соответственно, мое маленькое введение закончено Я, Витя Владимирович, с удовольствием передам слово Для такого же краткого введения Очень краткого Спасибо большое, Катерина Евгеньевна Я рад всех приветствовать в этой огромной аудитории Замечу, что для онлайн участия у нас зарегистрировалось 26 наших коллег Ну, в принципе, это немало для начала октября И лето продлилось, и, соответственно, настроение у коллег другое Прежде всего, я хотел бы еще раз поблагодарить флагманов нашего постоянно действующего семинара Капиталу Евгеньевну за ее гостеприимство и четкую организацию Каждый раз наших семинаров и других мероприятий Мы же еще и пытаемся развивать проект Лаборатория молодого рисковика Это в рамках, в том числе в рамках Вернее, действующий семинар в рамках этого проекта И Андрея Николаевича Илохина, моего коллегу Который очень четко всегда подходит к подготовке любых мероприятий В том числе таких семинаров И рад приветствовать наших коллег, которые сегодня в качестве спикеров будут раскрывать тему, обозначенную на сегодня И буквально несколько слов сказать о том, что мы в этом году наш постоянно ежегодный форум по управлению рисками проводили в Нижнем Новгороде Мы теперь несколько лет уже проводим вне Москвы И многим участникам это нравится И был очень содержательный форум И в том числе и организаторы сегодняшнего семинара выступали И присутствовали на форуме Ну и вот я уже сказал некоторым коллегам Как никогда рано мы наметили проведение в следующем году нашего форума 4-5 сентября в Сочи Роза Хутор На этом я ограничусь и желаю успехов сегодняшнему семинару И важных практических выводов из того, что вы услышите и что пообсуждаете сегодня Спасибо И два слова буквально уважаемые коллеги Я предлагаю за временем следить 10-15 минут это максимум Сергей Кислов, к сожалению, задерживается Это первый наш спикер Мы его поставим вторым, если он успеет И слово в конец поставим раз на потом Хорошо И тогда Мария Кедрова, пожалуйста Добрый день, уважаемые слушатели Позвольте коротко представиться Меня зовут Мария Кедрова Я начальник отдела внутреннего аудита Страховой компании Турикум И тема моей сегодняшней презентации Взаимосвязь процессов управления бизнесом И систем внутреннего контроля Управления рисками И корпоративного управления в компании В двух словах о нашей компании Наша группа компаний включает в себя два направления Собственно страховое направление Это страховая компания Турикум Это бывшая страховая компания Цурих Мы многопрофильная страховая компания Которая специализируется на страховании Корпоративных клиентов И дочерняя компания Турикум Риск Консалтинг Это направление связанное с услугами По выстраиванию процессов по управлению рисками Внутреннего контроля в компании Также риск инжиниринга Переходя непосредственно к теме презентации Что хотелось бы сказать в начале Наверное со времен пандемии Очень часто звучит такая фраза Что кризис это новая нормальность И наверное это так Потому что в настоящее время Постоянно меняются рыночные условия Меняется геополитическая обстановка Появляются новые ограничения Санкции Компании сталкиваются с различными вызовами И так далее И в связи с этим Перед каждой компанией Возникает вопрос О наличии четко структурированной системы Которая позволила бы оценить Какие риски перед компанией стоят сейчас С какими потенциальными рисками Она может столкнуться в будущем И какие потенциальные риски Могут возникнуть неожиданно В какой-то момент времени И помочь бизнесу Структурировать такую информацию О рисках может помочь в выстраивании Эффективной системы риск менеджмента И внутреннего контроля Если у компании есть такая четкая картинка То и видение дальнейшего развития событий Текущего развития событий Возможно это не будет 100% готовый сценарий Но у компании будет возможность Предусмотреть какие-либо варианты действий Что если кризисная ситуация реализуется Позволит им минимизировать время На реакцию на эту кризисную ситуацию И таким образом минимизировать потери компаний На этом слайде схематично представлена Схема системы внутреннего контроля Что такое система внутреннего контроля Система внутреннего контроля Это совокупность организационных мер Который существует в компании Для того, чтобы компания могла Собрать информацию И минимизировать риски Внедрить средства контроля Для того, чтобы достичь поставленных целей И достичь того финансового результата Компании, который был запланирован Здесь важно понимать Что процесс управления рисками И контрольные механизмы Должны осуществляться на всех уровнях Управления компаний А не только так называемыми контрольными подразделениями Которые мы сейчас рассмотрим Итак, если обратиться к этой схеме То в центре, то есть ядром Системы внутреннего контроля Являются бизнес-подразделения То есть те подразделения Которые непосредственно вовлечены в бизнес Взаимодействуют с бизнесом Сопровождают бизнес каждый день То есть те подразделения Которые занимаются развитием Бизнеса и продаж компаний Поскольку они напрямую с бизнесом взаимодействуют Их так и называют первой линией защиты Компании Эти подразделения занимаются управлением Стратегическими рисками Компании И теми рисками Которые присущи деятельности этих подразделений Вторая линия защиты Это следующий уровень на схеме Это подразделения, как правило, риск менеджмента И подразделения compliance Также сюда могут входить иные подразделения Например, контроль качества Например, бюджетный контроль Информационная безопасность и так далее В данном случае, если рассматривать риск менеджмент То это связующее звено между советом директоров И руководством компании Которая координирует работу различных подразделений По выстраиванию процессов управления рисками И оказывает поддержку по выстраиванию данных процессов А также предоставляет руководству компании Независимые отчеты по оценке процессов управления рисками Compliance подразделения, как правило, выделяется отдельно Поскольку занимается управлением регуляторными рисками И регуляторными инцидентами Поскольку компании разные, отрасли разные Регулирование у всех разное Собравно все-таки выделять отдельно А не включать в риск менеджмент Третья линия защиты Соответственно, третий лейер на этом слайде Это внутренний аудит Это независимое подразделение Которое подчинило подотчет на совету директоров И предоставляет руководству из компании И генеральному директору Совету директоров независимой оценки По состоянию контрольной среды в компании И также предоставляет независимые консультации И в завершении здесь хотелось бы затронуть Трое совета директоров Как в системе внутреннего контроля Корпоративного управления компании В системе корпоративного управления Это орган управления Который осуществляет общее руководство Деятельностью компании Разрабатывает его стратегию Вырабатывает, утверждает подходы По управлению рисками И подходы к организации внутреннего контроля В организации И также обеспечивает независимое положение Пункции внутреннего аудита Совет директоров подчиняется Общему собранию акционеров То есть собственникам компании Наверное, у многих возникнет вопрос А где же регламентированы процессы По выстраиванию работы В части управления рисками И внутреннему контролю В основу составляют международные практики Я думаю, что многие слышали О таких методологиях Как КОСА КОСА управления рисками Международные стандарты внутреннего аудита Отчеты по корпоративному управлению И также стандарт по менеджменту рисков ИСО 31300 Соответственно, перевод данного стандарта Как раз был подготовлен коллегами Из РУСРИСКа И здесь еще важно отметить Что помимо международных практик В российской нормативно-правовой практике Также есть значительное количество документаций Которые можно обратиться Если говорить о страховых компаниях То мы руководствуемся законом Об организации страхового дела Рекомендациям Банка России Для руководителей Служб по управлению рисками Внутреннего контроля Внутреннего аудита Также можно использовать Кодекс корпоративного управления Закон об акционерных обществах Есть рекомендации Банка России Специально для ПАО Требования биржи Рекомендации ФНС По выстраиванию системы внутреннего контроля Требования рейтинговых агентств И так далее То есть в российской практике Также достаточно много Методологических документов И с моей стороны Хотела бы сказать Что с моей точки зрения Они достаточно схожи С международной практикой И вот кстати говоря Российской практике По внутреннему аудиту Сейчас тоже началась разработка Российского национального стандарта По внутреннему аудиту Который должен взять лучшее С новой из международной практики И особенности функционирования Внутреннего аудита В российских компаниях Ну и также в своей работе Поскольку мы долгое время Являлись частью Международной группы ЦУРИХ Мы также руководствуемся Практическим наработанным опытом В части выстраивания процессов По управлению рисками И внутреннего контроля Переходя непосредственно К теме риск менеджмента Хотелось бы рассмотреть Пять ключевых этапов Которые включают в себя Процесс управления рисками Хотелось бы сказать Что процесс управления рисками Это циклический процесс И говоря о данных этапах Соответственно они включают в себя Обнаружение рисков Анализ рисков Планирование действий По снижению уровня риска Внедрение действий И оценку эффективности этих действий То есть процесс начинается с того Что мы идентифицируем риски Которые присущи деятельности компании Оцениваем их С точки зрения вероятности возникновения И оценки потенциального ущерба Далее выбирается оптимальный метод Реагирования на риски Их сейчас рассмотрим чуть позже Далее если по итогам оценки Было принято решение Что выбранные методы реагирования Неэффективны То вставляется план действий По дальнейшей минимизации Данного риска И работе с данным риском Далее вот самое важное Пожалуй на мой взгляд Это внедрение действий Потому что без внедрения действий И дальнейшей работы с риском Который признан высоким Например на текущий момент Если действия не внедряются То весь процесс риск менеджмента Не имеет смысла Вот и соответственно пятый этап Это оценка выполнения действий Которые были определены И далее соответственно процесс Повторяется снова Например на ежегодной основе Функции риск менеджмента Проводят самооценку рисков И контрольных процедур Совместно с руководителями Ключевых направлений Далее производится оценка рисков И так далее По данному классическому процессу На первый взгляд Можно сказать что этот процесс Достаточно простой Но однако Для того чтобы он проходил Легко и гладко Необходимо выполнить Определенную подготовительную работу По выстраиванию работы Службы по управлению рисками Итак на этом слайде Крупными мазками Представлены основные моменты Связанные с выстраиванием Работы функции риск менеджмента Необходимо сказать что Сложность функции риск менеджмента И системы риск менеджмента В компании конечно же Зависит от ее размера И например если это крупная корпорация То скорее всего в ней будет Отдельный департамент По управлению рисками Который будет включать в себя Несколько отделов Которые будут специализироваться На управлении Отдельными видами рисков А если компания небольшая То возможно достаточно будет Назначения отдельного Должностного лица Риск менеджера Который был бы ответственен За внедрение принципов Риск менеджмента И координацию работы По управлению рисками С другими подразделениями И вне зависимости От размера функции Цели, задачи Права, обязанности Обязательно должны быть четко Документированы В положении функций Мария, три минуточки у вас осталось Три минуточки осталось Я постараюсь быстро Спасибо И И Иных внутренних документов Компании Соответственно после того Как назначили риск менеджера То необходимо Сформулировать Сформулировать Необходимые политики По управлению Рисками Как правило Это общая политика Которая утверждает Советом директоров И политики По управлению Отдельными видами рисков И также Необходимо предусмотреть Отдельные моменты По управлению рисками В иных внутренних документах Компании Которые являются ключевыми Например Рамках тендерного Процесса Работы с аутсорсерами И так далее После того Как эта работа проделана Можно уже приступать К непосредственно К оценке рисков И Занесению данной информации В базу риска менеджмента Который Обычно Ведет риск менеджер В координации С ключевыми руководителями Компании Здесь очень важно Сказать Что Очень важно Не фиксировать Максимально возможное Количество рисков В базе риска менеджмента А выделить Для начала Самые ключевые риски И то количество рисков Которые компания Сможет Отслеживать И эффективно управлять Ими То есть процесс Не должен быть формальный Риск менеджмент Это неформальная история Про то что Идентифицируются Именно те риски Которые являются Ключевыми Стратегическими В первую очередь И Фокус делается на них Затем уже Соответственно Масштаб И спектр По оценке рисков Можно увеличивать По Методам Реагирования на риск Выделяют Четыре ключевых метода Это Уклонение от риска Перенос передачи риска Снижение уровня риска И принятие риска Здесь я хотела бы Сфокусироваться На двух Ключевых аспектов Которые являются На мой взгляд Активными Это Перенос передачи риска С привлечением К примеру Сторонние компании К примеру Посредством механизма Страхования И снижение уровня Риска Посредством внедрения Контрольных процедур Внедрение контрольных процедур Наверное является Одним из наиболее Популярных методов Управления рисками Которые используются В компании Поскольку Чаще всего Не требуют Значительных затрат И здесь можно Использовать Как ручные Так и автоматизированные Контрольные процедуры В разных процессах И Собственно Что такое Контрольные процедуры Это действия Которые направлены На снижение уровня риска Это всякого рода Сверки Инвентаризации Двойная пара Глаз Разграничение Доступов Системы лимитов И так далее И здесь очень важно Что Необходимо Оценивать Эффективность Контрольных процедур Для того Чтобы понять Управляется ли Риск эффективно Данная оценка Проводится по двум направлениям Это оценка Дизайна Эффективности контролей Это оценка того Насколько контроль Покрывает риск На который он направлен Описание этого контроля Собственно Содержание Вторая оценка Это оценка Эффективности выполнения То есть Непосредственно Тестирование Оценка того Насколько Полно Своевременно И корректно Контроль выполняется В соответствии С Описанием И здесь Опять же На нижней схеме Показывается Взаимосвязь Трех линий защиты Опять же Следующий Метод реагирования На риски Это Перенос Или передача рисков К примеру С использованием Механизма страхования Чаще всего Этот метод Применяется В тех случаях Когда мы имеем Дело с рисками По которым Возможен Высокий потенциальный Ущерб И низкая вероятность Наступления И в ситуациях Когда внедрение Дополнительно контрольных Процедур Например Для компании Может быть Очень дорого И соответственно Это будут Неоправданно Большие расходы Для компании К примеру Если представить Себе офисное здание То какие бы меры Сохранности Не применяла Компания Например Видеонаблюдение Пропускной режим Правила трудового Распорядка И так далее Все равно существуют Риски связанные С действиями Третьих лиц Других арендодателей Вашего офисного здания И так далее Поэтому в данном случае Целесообразно Рассмотреть Страхование Имущества И страхование От Имущества Офиса И страхование От перерывов Производства И такая же ситуация В отношении Рисков Ответственности Перед третьими лицами Как гражданской Так и профессиональной И риск оплаты Крупных судебных Издержек При защите Топ-менеджеров Компании О данном Виде страхования Чуть позже Коллеги расскажут Более детально И соответственно Здесь в завершении Хотела бы Также сказать Что Выбор Комплексной защиты Страховой защиты Компании Также входят В функции Риск-менеджмента И Как раз Вот пример В нашей компании Функция по управлению Рисками Отвечает За Выбор Оптимальной Страховой защиты Компании Спасибо большое Вы знаете Коллеги Мы всегда просим Чтобы один из докладов Или часть докладов Носила такой методологический характер Поэтому Мария Совершенно Выполнила задачу Это Скорее для студентов Но семинар наш Он не только И не столько Для студентов Сколько Для специалистов Поэтому коллеги В дальнейшем Они будут Наверное Скажем так Менее методологии Отдавать Внимание Больше Специальным Каким-то вещам Спасибо еще раз Большое Спасибо У нас Второй докладчик Он же должен Быть первым Кислов Сергей Александрович Пожалуйста Тайминг 15 минут Сергей Уважаемые коллеги Всех рад приветствовать Я Хочу начать С очень простой Такой Темы Все же мы знаем С вами Что такое ложь И знаем Что такое Наглая ложь В чем разница Вижу что не знаете Бог с ней С ложью Ложь это то Что один человек Говорит неправда другому А наглая ложь Это статистика Я вам хочу Представить небольшую Презентацию Которая будет посвящена Как раз таки Той самой наглой лжи Статистике Почему это очень важно Вообще не фанат цифр К сожалению Как бы К страхованию Имею только косвенное Отношение Сам являюсь адвокатом И работаю с правом Но так уж судьба Вот вынесла меня Что люблю Особенно страховое право И вижу Основные риски Как человек Который работает С экономикой С бизнесом В таком Замечательном явлении Как полная И тотальная Несостоятельность Ну то есть Банкротство И здесь я хочу Зарегистрировано Можете предположить Сколько компаний И индивидуальных Предпринимателей Вместе Примерно где-то 4,5 миллиона Где-то на период Начала СВО Было столько Вряд ли что-то Изменилось Серьезно Так вот Ежегодно У нас с вами Происходит Открытие новых 4 тысяч Банкротств Ну как 4 тысяч В прошлом году Их было очень мало 3 тысячи В этом году Мы начинаем Приближаться К максимуму Которые достигали 5 тысяч в год И составляет Это 4 тысячи 363 компаний Кажется Что это не очень много Но на самом деле 4 тысячи 300 банкротов Это мы говорим С вами Про корпоративных Про корпоративные Банкротства Мы не трогаем Банкротства Физических лиц Которых значительно Больше И моя задача Ознакомить Здесь именно Со статистикой В отношении Корпоративного сектора Это компании В которых Работали Потому что Уже точно не работают Сотни тысяч Миллионов людей И это касается Каждого Это касается Не только людей Которые там работают Это касается Их контрагентов Это затрагивает Но действительно Значимый Объем Нашей с вами Экономики Итак Зафиксировали 4 тысячи 363 компании Сколько же было Что такое Процедура наблюдения Кто-то знает Вот из присутствующих Здесь в зале Влево не смотрю Влево точно знаю Что все знают Справа У нас любая Процедура банкротства Начинается с того Что вводится Процедура наблюдения За редким исключением Когда вводится Сразу процедура Конкурсного производства В наблюдении считается Что есть еще шанс Но на самом деле Его тоже уже нет Просто процедура Будет идти чуть-чуть Подольше И вот у нас с вами На фоне того Что конкурсных производств Было открыто 4 тысячи Зафиксировали 363 Дополнение к этому У нас было еще Открыто 3473 Дел По наблюдению Очень интересно Оставлены цифры Получается Что да 3725 Это было в прошлом году Сейчас Примерно На 300 Меньше Насколько это значимо На мой взгляд Это погрешность Скорее всего Это говорит о том Что все-таки Мы вернулись К тенденции роста И если ранее Мы могли наблюдать Уменьшение количества Банкротств в России То сейчас Все-таки Эта тенденция Возобновляется Рынок оживает Должники Не хотят платить Кредиторы Хотят получить Деньги быстрее И все это Нас приводит Вот именно В эту самую Логику Реабилитация Это больше Для того Чтобы мы с вами Понимали Что такое рынок Всегда же Особенно В МГИМО Я уверен Нужно говорить о том Что все конфликты Должны решаться Переговорами Переговоры Это про реабилитацию Реабилитация Это когда Кредиторы И должник Договорились о том Что у них Все будет хорошо Обратите внимание Если там Мы говорили Про тысячи Там четыре Ну в общем Где-то девять тысяч На девять тысяч Банкротств В нашей стране Тридцать два раза Люди договорились В прошлом году Полугодие Это статистика За полугодие Текущего Двадцать четвертого Года За первое Такая себе Да статистика Не очень Воодушевляющая Это все С вами Нам с вами Помогает Понимать В какой зоне Риска Находится Экономическая деятельность Российской Федерации Ее надо Каким-то образом Страховать Спасать Хочется сказать Самый главный момент Который есть В делах о банкротстве О котором нужно Почему мы говорим Мы про количество Поговорили К чему это все приводит К тому что В рамках банкротства Существует Две Два бича Прям вот колоссальных Которые рубят все Первое Это оспаривание сделать Вы представляете Вы с банкротом Надо начать Наверное с другого Как глубоко Можно оспаривать Сделки В рамках процедуры Банкротства Можно оспаривать В глубину До трех лет Притом Три года Отсчитывается С очень такого Интересного момента Вот представляете У вас есть должник Должник Он вам оплатил Деньги За то что Вы выполнили работу Поставили товар Проходит Ну три года Не будем брать Может пройти Три года Проходит год Через год Подается заявление О признании Должника банкротом Еще через год Подается заявление Об оспаривании сделки По которой Этот должник Перечислил деньги вам Ну то есть В глубине До пяти лет Как минимум Только по банкротным Основаниям Можно оспорить сделки Вот статистика Именно по этим Оспариваниям Здесь речь идет О чем Речь идет А извините Это пока не забежал Вперед Это про реестр Это все еще Про статистику Давайте быстро Пробежимся Это опять разница Того сколько Удовлетворялось Вначале говорил Про полтора процента Помните удовлетворение Мы сделали Большой шаг вперед В Российской Федерации Отныне Я не побоюсь этого Мне кажется Один из самых Высоких европейских Показателей По удовлетворению Требований в рамках дела О банкротстве Смотрите Первая и вторая очередь Это вот Требования по заработной плате Это Причинение вреда Это очень маленький Объем требований А дальше идет Третья очередь И третья очередь Обеспеченная залогом Что такое Третья очередь Обеспеченная залогом Это банковские требования В этой стране 90% Это уже статистика От меня По ощущениям 90% залоговых требований Это залоги банковские По крайней мере Вы можете смело Говорить о том Что они Значительно больше Чем все остальные И тем не менее Даже когда у банка Есть обеспечение Банк получает Всего лишь 25% От своего долга Ну так себе На 100 рублей Он обеспечен Допустим Ипотечным жильем Но не жильем В данном случае Коммерческой недвижимостью Получается 25 рублей обратно А там еще Чтобы это получить Я вам не хочу сказать Сколько на юристов Надо тратить Это страх просто какой-то В случае Если мы говорим Про удовлетворение Третьей очереди Это вот Весь бизнес Это когда Кто-то кому-то поставил Кто-то кому-то не оплатил И так далее И так далее И вы идете И включаетесь в реестр Вам должны Угрите Ты должник Ты негодяй Ты мне должен Начинается процедура банкротства Она идет 5 лет Через 5 лет На 100 рублей Вы получаете 9 рублей Ну все Наконец Страшилка закончилась Страшно же Ну я очень надеялся Но это статистика Это грязная ложь Потому что Потому что важно понимать Что чем больше денег Вы тратите на страхование И на юристов Зачем я это произнес Да Тем больше шансов Попасть в эти счастливые 9% Вот 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 Ну собственно говоря В этом ложь Да Ложь в том Что нужно вкладываться Бороться до конца Идти А еще с учетом того Что сейчас вы знаете Изменился подход Теперь нужно платить Государственную пошлину Это мелочь такая Раньше была до 200 тысяч рублей И любое требование Хоть миллиарда Хоть триллиарда Все равно 200 тысяч рублей Платишь А сейчас нет А сейчас уже 10 миллионов А если идешь в дело О банкротстве И оспариваешь там сделку Допустим ты платишь Сначала чтобы взыскать 10 миллионов Потом в банкротстве Платишь половину 5 миллионов Ну цифры изменились Все стало очень тяжело Можно вопрос сразу задам Это одинаковые нормы Для всех В том числе Для агентства Страхования вкладов Которые достаточно часто Выступают Конкурсным управляющим Для страховщиков И банков И банков И банков Если я правильно помню То да Исключение по-моему Сделано только для налоговой И для Такого вот органа Да Да конечно По отраслям нет Это вот официальная статистика Опубликованная на Федресурсе Который ведет эту статистику По отраслям Она не дробится У меня есть какие-то Старые-старые статистики Но они с 22 года Уже не актуальны Все немножко Структура банкротства Поменялась и по регионам И по отраслям Если интересно Да Если интересно Просто в какой-то отрасли Проще задать этот вопрос Там потом В кулуарах Я обязательно постараюсь Найти какой-то ответ Вот это вот главное Нет Страшилка не закончилась Видимо Вся мое выступление Страшилка Не поверите При той прекрасной статистике Что 9% Все-таки получают Даже не обеспеченные Залоговые требования Банкротства Удовлетворяются И 25% Обеспеченные банкротством Удовлетворяются Тем не менее Есть вот эта вот Ужасная статистика Абсолютно Каждое второе банкротство В этой стране Кредитор ничего не получает Каждое второе Даже больше Ну да 55 больше чем 50 Значит больше Чем второе При этом Более третье То есть вы видите 40% Должников Входит в банкротство Когда у него уже ничего нет Вообще Цифры которые раньше были Вы понимаете Это все говорит Про тысячи тысячи компаний То есть мы берем с вами Десять тысяч компаний У нас зашло в банкротство Через наблюдение И через Ну я округляю Да Там 9 тысяч Через наблюдение Конкурсное производство И 50% кредиторов А это Ну как бы Это не 4,5 тысячи Это 4,5 тысячи Должника А кредиторов У них сотни тысяч Они ничего не получат В рамках дела о банкротстве Чуть ближе к нашей с вами теме Продолжаем собственно говоря Находиться в состоянии Шока от того Что происходит В экономике И что как будто бы Нам пока не очень видно Второй бич Первая сказала Оспаривание сделок Мы его немножко проехали Так мимо То есть сделки оспариваются И проблема в том Что вы можете Даже то что получили от должника Вернуть в рамках дела о банкротстве Вам кажется У вас это не касается У вас нету никаких долгов Но в рамках дела о банкротстве Вам их сделают И второй бич Это субсидиарная ответственность Все же знают Что такое субсидиарная ответственность Это когда Вы вроде как Просто являетесь менеджером Давно уже не работаете Помните Там 3 года не работаете В компании Вдруг компания падает В банкротство Я молчу про то Что это банки Если банк упал То не дай бог Работать в менеджменте Этой компании Там и совет директоров И все идут просто под нож сразу Потому что И страховщиков тоже нет А финансовых организаций Для них в принципе АСВ делает все Для того чтобы привлекали всех Если бы мы брали бы По статистику По финансовым организациям Здесь были бы не эти цифры Процент удовлетворения Был бы гораздо больше Доля удовлетворенных требований О привлечении К субсидиарной ответственности Опять каждый второй Иск заявления В рамках дела О банкротстве Когда менеджмент Привлекается по долгам Организация У нас За первое полугодие Удовлетворяется Могу вас уверить Что эта статистика Существует плюс-минус С отклонениями в процентах С небольшой погрешностью На протяжении последних Наверное лет 8 Могу ошибаться В большую сторону То есть скорее всего Даже больше И посмотрите На количество денег О которых мы говорим То есть у нас с вами Размер ответственности Которые привлекаются Достигает 225 миллиардов рублей За полугодие Я конечно понимаю То что вы можете Вспомнить дело О привлечении К ответственности В рамках Банкротства Не банкротства А взыскания убытков Промсвязь банка На 283 миллиарда Потом было у нас Дело банка Открытия На 290 Да там Миллиардов рублей То есть Конечно это да Но вот Тем не менее Вы можете представить Это каждое полугодие Такая сумма Находится во взыскании С реальных физических лиц 47% А вы имеете ввиду Реального взыскания Этой статистики нет Но я могу вам сказать Что реальность исполнения Вот этих вот судебных актов Она маленькая Потому что у нас с вами Есть три способа Удовлетворения этих требований Они могут реализовываться С торгов Они могут предъявляться Арбитражным управляющим К исполнению Продолжать взыскиваться И каждым кредиторам отдельно Поэтому такую статистику Очень тяжело объединить И вывести Но действительно Это случается не часто Потому что Извините за эту грубую шутку Но чем больше человек украл Тем Меньше у него Можно получить обратно А если он украл мало То вроде как На статистику Это сильно не влияет Не украл конечно же А допустил Своими действиями За которые Его привлекли К субсидиарной А ты просто Говорить долго Гораздо проще Каким-то таким бытовым языком А спаривание сделок Второй вещь Который все-таки У меня тут есть Он касается того Что статистика Плюс-минус такая же То есть у нас Речь идет о том Что удовлетворяется 44% Количество дел Которые тут есть Оно просто огромное Я хочу подвести Некий такой итог У меня есть еще пару минут Чтобы я Две минуты Отлично Да Ну как всегда Как это Share, like Вот там вот есть Куар-коды Там есть наш Куар-канал Да И если что Как бы Проходите У нас много Разной информации И мы не только Про наглую ложь Но еще немножко Про какие-то действия Защиты в суде Главное Вывод Есть Определенным образом Институт банкротства Который призван Удовлетворять В равных пропорциях Интересы всех кредиторов Но он на данный момент Не справляется С своей задачей К сожалению Кредиторы остаются Без денег Поэтому суды Государства Вся машина Законодательная В целом Нацелена на то Чтобы ужесточать Ответственность Должников И людей Которые ими Управляют Менеджмент Этих должников Одним из Немногих Ну собственно говоря Возможности Чувствовать себя Спокойно Спокойнее Спокойно себя Чувствовать нельзя Это Действительно Страхование Диндол Это Юридическая Поддержка И Ну такая мелочь Это Добросовестность Действий Как только вы чувствуете Что вы совершаете Недобросовестное действие Будьте уверены Расплата За это Придет Потому что Опять вынужден Сказать про уголовное Право Но оно не идет У меня просто из головы Хотя я им не занимаюсь Совсем Не так страшно Но наказание Как его Неотвратимость И в этом смысле Если мы говорим с вами Про то что компания В которой менеджмент Допустил какую-то ошибку Все-таки падает В дело о банкротстве Наказание К нему Придет Единственный способ Еще раз говорю Защититься Это диэндовый Хорошая юридическая помощь У меня все Коллеги Спасибо большое Блестяще Блестяще Как всегда Если вопросы Или у нас нет У нас Да Время немного Сейчас Ирина Сома нам расскажет Как бороться с этим Я тоже собираюсь Вас немного Страшить И хочу начать С тем Чтобы немного Перефразировать Шекспира Показать вам Какое море исков Может вас ожидать Если вы Являетесь директором Или должностным лицом Компании На самом деле Иски Растут в периоде Экономической Турбулентности Мы сейчас находимся Именно в таком Периоде Так что Если вы Являетесь директором Или собираетесь Когда-нибудь Им стать То нужно Сознательно На это идти Понимая Что вас может Ожидать Так что Если коротко Иски возникают Потому что Директор Или должностное лицо Допустил Какое-то Неверное действие Ошибку Или бездействие И это Действие Бездействие Причинило Кому-нибудь Ушир На нашей практике Вот самые Такие Популярные Иски Которые Являются Директором Это из-за Злоупотребления Полномочия Это Вообще Классика Российского Ринка Административное Правонарушение Нарушение Федициарной Федициарной Обязанности Мне это Немного Сложно Высказать Которые Ведут К упущенной Выгоде Или к Банкротству Нарушение Нарушение Корпоративного Закона Налогового Закона Трудового Законодательства Неправомерное Уволнение Дискриминация Против сотрудников На любом Основании Гендер Возраст Умение Или неумение Утечка Инсайдерской Информации Кто Тащит В суд Директоров Это могут быть Другие Директора Сама Компания Третья лица Кредиторы И тоже Регулятор И вот Не нужно Забывать Об этом Так что Хотела Поделиться Некоторыми Рекомендациями Для Текущих И будущих Директоров Вы должны Быть готовы К этому Должны Понимать Что Никто Кроме Вас Или Как говорят На английском Языке The buck Stops With you Вы можете Делегировать Работу Вы можете Опираться На рекомендации Внешних Юристов Внешних Всяких Экспортов Но Вы все равно Носите Ответственность И вот Хочу Вам Рассказать Двух Интересных Судебных Дел Вот есть Одно Громкое Дело С 1892 Года Это Сберегательный Банк Кардифа Против Маркиза Бут Так что Маркиз В возрасте Шесть Месяцев Унаследовал Президентство Банка И за 38 лет Он посетил Лишь одно Заседание Совета Директоров Банк Рухнулся Ликвидатор Подал Иск И представьте Суд Решил Что Он же Полагал Что Другие Которые Он Нанял Будут Выполнять Его Должные Обязательства Ничего В этом Страшного Нет Так что Вот Так Польше Не работает И Я Была Причастна К одному Громкому Делу В Австралии Около 15 лет Тому назад Где Большая Компания Которая Опиралась На Советы Своего Бухгалтера Аудитора Pricewaterhouse Куперс Допустила Ошибку И Pricewaterhouse Куперс Тоже Допустили Эту Ошибку И Вопрос Был в Классификации Долгов Краткосрочная Или Долгосрочная Когда Они Обнаружили Шесть Месяцев Спустя Своей Публикации Финансовой Отчетности И Правильно Информировали Вменок Что Извините Мы Допустили Ошибку Стоимость Их Акции Упала На 20% И Вот Пошли Все Иски От Акционеров Но тоже От Регулятора Потому что Регулятор Тоже Хотел Доказать Выполнение Своих KPIs И сидел Наблюдал И в какой-то момент Просто сделал Cut and paste Того Иска И Но это Кончилось Огроменной Выплатой Но было Очень интересно Что В этом Деле Суд Сказал Когда Вы Директор Вы Не Вы Не Овощ Вы Можете Привлекать Любых Экспортов Вы Можете Полагаться На Рекомендацию Адвокатов Бухгалтеров И так Далее Но вы Тоже Должны Заняться Своим Делом Обеспечить Что Правильно Занимается Просто Приходить Иногда Не Задавать Вопросы Вот Это Вас Не спасет Так Что Во всех Юрисдикциях Ответственность Не делегируется И так Что Во всех Юрисдикциях Незнание Закона Это Не Оправдание Я Думаю Что Не В России Но Во многих Профессиях За рубежом Есть Такое Понятие Что Вы должны Поддерживать Пожизненное Образование Повышение Квалификации Так Вот Если Вы Директор Вам Стоит Знать Не Только Корпоративные Законы Об Акционерских Обществ Но Вы Должны Знать Все Законы Которые Касают Той Отрасли В Которой Работает Ваша Компания И Мой Самый Большой Совет Если Вы Становитесь Директором На самом деле Их два В Многих Компаниях Есть Человек Риск Менеджер Который Занимается Следить За Рисками И Да Вы Должны С ним Советоваться Но Если Вы Директор И Вы Хотите Себя Защитить То Вам Тоже Следует Получить Копию Полиса Вчитываться Понять Что Он Вам Дарит Или Или Какие Там Есть Ограничения Потому Что Судиться Будут Против Вас Как Директор А Не Против Риск Менеджера Вы Всегда Должны Держать Полис При Себе Чаще Сего Компания Покупает Это Для Своего Совета Директоров И Это Лежит У Кого То В Шкафу И Вспоминает Об Этому Когда Беда Наступила Если Вы Директор Обязательно Приобретите Копию Этого Полиса Потому Что Не Дай Бог Вы Попадете В Немилость Своими Другими Директорами Они Могут Возбудить Против Вас Иск И Тогда Никто Не Будет Подсказывать Милый Есть Полис Который Предназначен На Вот Эту Ситуацию Так Что Вам Стоит Это Всегда Держать Под Рукой Два Слова Насчет Что Покрывается Так что Самое Главное У вас Есть Покрытие Всех Расходов На Защиту Иска Который Против Вас Подан В суд И Не Могу Подчеркнуть Насколько Это Важно Потому Что Если Дело О Корпоративных Исках То Стоимость Привлечения Высококвалифицированных Специалистов Адвокатов Она Высокая И Вот У вас Есть Гарантия Что Эти Расходы Не Будут Лежать На Вас А Что Они Будут Оплатены Далее Если Вы Сможете Урегулировать Мирным Образом Этот Диспут То Страхование Может Оплатить Вот Это Мировое Соглашение Или В худшем Случае Правда Мы не Видим Это Часто На Российском Ринке Суд Выносит Решение И Если Не Работают Какие Нибудь Ограничения Оговорки В отношении Скажем Умысла То Полис Тоже Технически Предназначен На покрытие Той Суммы Которой Присудил Суд Оплатить Пострадавшему Хотела Рассказать О том Как Нужно Себя Вести Как Нужно Строить Отношения С Строховой Компанией Вот Наступила Беда Вы Должны Как Можно Быстрее Уведомить Строховщика И Тоже Стоит Всегда Вести Себя Как Разумный Благоразумный Незастрогованный Да Потому Что Вы Не Знаете Будет Липокрытие Или Нет И Стоит Себя Вести Как Вы Вели Если Не Было Этого Парашюта Не Было Бы Этого Продукта Защиты Уведомляйте Строховщика Вы Не Должны Смотреть На Него Как Врага Он Ваш Партнер Так Что Не Стоит Скрывать Что Нибудь От Вашего Строховщика Очень Часто Клиенты Боятся Лучше Мы Это Не Скажем Так Что Этого Не Стоит Вы Уведомляйте Строховая Компания Делает Быструю Проверку Потенциального Покрытия И Чаще Сего Если Это Дело В Суде Возникает Вопрос О Назначении Защитника Строховая Компания Интересуется Чтобы Ваш Защитник Был Эксперт В Той Области Которые Под Вопросом Нужно Убедиться Что Этот Венечер Юрист Именно Специалист Потому Что Одно Дело Составить Контракт Одно Дело Сопровождать Какую-то Сделку А Другое Дело Защищать Вас В суде Когда Вас Обвиняют В том Что Вы Упустили Ошибки В управлении Компанией И Если Не дай Бог Клиент Настаивает Нет Я хочу Моего Придворного Адвоката Потому Что Мы Работаем С ним 20 Лет И Далее Возникает Конфликт Интересов Что Иногда Бывает Потому Что Может Этот Адвокат Юрист Рекомендовал Им Идите На эту Сделку А Эта Сделка Оказалась Неверной В тот Момент У адвоката Возникает Конфликт Интересов И Что Нужно Сделать Нужно Отойти И Тогда Объятная Компания Должна Найти Себе Другого Защитника А К тому Времени Она Уже Потратила Из Полиса Расходы И Так Что Она Унижает Баланс На Свою Защиту Хочу Тоже Говорить О важности Помочь Нам Помочь Застрагованному Я очень часто Получаю Уведомления Типа Наступила Беда И Это Уведомление Иногда Выглядит Как Кот В мешке Тысячи Документов Мне Присылают И Не Объясняют Что Случилось Но Боже Мой Опишите Кто Вы Что Такое Случилось Потому Что У нас Бывают Клиенты Холдинг Компании И У них Есть Много Дочерных Компаний И Так Что Вот Вы Видите Сообщение Вот Холдинг АБЦ Да И Приложен Иск Против Пупкина И Вы не знаете Кто Пупкин Какое отношение Он имеет Он Сотрудник Холдинг АБЦ Или Какой-то Дочери Да Так Что Нужно Соединить Эти Точки Чтобы Страховщик Мог Бы Быстро Понять Ага Да Это Наш Застрахованный И Мы Сейчас Должны Все Сделать Чтобы Обеспечить Ему Достойную Защиту Когда Бывает Уголовное Дело В России Очень Сложно Иногда Общаться С Вашим Страховщиком Потому Что Суды Обязывают Адвокатов Не Расскажать Что Происходит Так Что Я Нахожу На Практике Очень Часто Да Мы Сопровождаем Этот Убыток Мы Уже Говорим Что Да В принципе Мы Не Видим Здесь Применяемое Исключение И мы Будем Оплачивать Ваши Расходы На Защиты Но Мы Хотим Знать Что Происходит Мы Хотим Убедиться Что Расходы Резонные Что Дело Идет Правильное Русло В таком Случае Можно Устроить Встречу Да Не Нужно Передавать Документы А Просто Обсудить Как Там Идет Дело Да Потому Что Самое Ужасное Вы Защищаетесь Все Завершилось И Некоторое Время Спустя Вы Приходите В Здоровую Компанию И Говорите Я Директор Этой Компании И Вы Пожалуйста Не Оплатите Расходы На Защиту Это Главное Что Я Хотела Подчеркнуть Я Буду Очень Рада Позже Ответить На Ваши Вопросы Здесь Или В Другом Формате Спасибо Большое Прекрасно Коллеги У нас Следующий Доклад Очень Интересный Он Скажем Так Имеет Двух Спикеров Называется Тема Доклада Эволюция Страхования ДНД в России У нас Представитель РНПК И представитель Брокера Давайте С брокера Начнем Хорошо Друзья Добрый день Меня зовут Мазай Александр Являюсь Директором По страхованию Финриска По ответственности В страховом Брокере Эльбрус И мне Сегодня Выпала Честь Рассказать Про эволюцию Развития ДНД в России 30-летний Период Придется Уложить 15 минут Будет Не просто Но я постараюсь Говорить Быстро Не минуты Больше Я боялся Что мне Наоборот Сотратят До 10 Наверное Поехали Конец 30-х годов Прошлого столетия Рынок ДНД зарождается В Соединенных Штатах Америки Лишь спустя 60 лет Он доходит До России В 96-м году Компания Винпелком Первый Из всех Компаний России Проводит IPO На Полной бирже Нью-Йорка И покупает Этот полис Стоит оговориться Что Наш страховой рынок Является догоняющим Если сравнивать Допустим С банковским сектором И ДНД Нам принесли Именно западные Страховщики Поэтому не стоит Удивляться Что мы до сих пор В текущий момент Пользуемся Бордингами Западных Страховщиков Ключевыми Игроками На рынке Являлись Ну опять же Примерно до 2022 года Четверка Локальных Представительств Это Цурик Альянс AIG И Чап Тогда он Назывался ACE Чуть позже Переименовался В Чап Первые полисы Приобретались Крупными Компаниями Которые выходили На биржу И Лимиты Требовались Достаточно Большие Локальные Страховщики Не способны Были Российские Локальные Страховщики Не способны Были Полностью Скажем так Обслужить Эту потребность Поэтому Ключевую роль Как раз Играла Это Западная Четверка Которую Я обозначил Чуть ранее Страховые Рынки Лойтс И Страховой Рынок Перестраховочный Рынок Континентальной Европы Локальные Страховщики Полагались На их Экспертизу И опыт В регулировании Убытков Цена Которую Задавал Перестраховщик Лидер Являлась Базой Для Формирования Конечной Цены Контракты Здесь Как раз Представлены Основные моменты Которые Сейчас Если я буду Забывать Переключать Слайды Это Потому что Я Слишком Вовлекаюсь Текстом Своим До 2020 года Лимит Который Можно Было Найти На рынке Составлял Примерно 250 Миллионов Долларов Только Лишь Это Западная Четверка Могла Обеспечить Каждая По 25 Миллионов То есть Совокупности Около 100 И Рынок Чувствовал Себя Неплохо Из-за Скажем Так Мало Количества Убытков До поры До времени Убытки Конечно Были Мечел В восьмом Году Чуть позже АФК Система Когда Было Разбирательство С баш Нефтью Но Международный Рынок Чувствовал Себя Неплохо И Это Сказывалось На Страховой Защите Первые Признаки Хард Маркета Как его Называют Когда Когда Лимиты Сокращаются Цена Растет И Покрытие Тоже Сокращается Все Это Началось Примерно В Восемнадцатом Году На Притяжении Трехлетнего Периода В восемнадцатом Девятнадцатом Начали Повышать Цены А в Двадцатом Порезали Лимиты И стали Сокращается Покрытие Само Это Произошло В первую очередь Из-за того Что На западе Стали возникать Крупные Риски Крупные Убытки Активизировались Регулирующие Органы Увеличилось Количество Коллективных Исков В отношении Публичных Компаний Сейчас Как раз Видите Их На Презентации И Соответственно Количество Производных Исков Интересно Что Начали Расти Такие Иски Которые Назывались Как Event Driven Litigation Это Некие Плохие Новости Которые Приводят К падению Акций Негативному Отношению Общественности Инвесторов Из-за Этого И Соответственно Как Производная Последующих Коллективных Исков Например Случилось С Компанией Yahoo Из-за Утечки Персональных Данных С Падением Боингов 737 Макс В Эфиопии Индонезии Пожар На базе Кэмпа В котором Объединили По цели Газ Электрик Который Унес Жизнь 80 человек И Соответственно Компании Также Были Также Открыты Иски Тот же Самый Пери В России Возникают Свои Крупные Инциденты Промсвязь Банк О котором Говорили Чуть Ранее Разбирательство Между Промсвязь Банком И Братьями Анонимы Там Сумму Уже Озвучивали Несколько Сотен Миллиардов Рублей Чуть Позже Произошел Упыток Связанный С Разливом Дистоплива Норникеля В двадцатом Году В обоих Случах Был задействован Полис ДНО Причем Задействована Полная Сумма Полный Лимит Подговору И Насколько Помню По Промсвязь Банку Например Это было 100 миллионов Долларов Максимальная Сумма По Полису Помимо Этого Крупные Инциденты Какие Возникали Затрагивали Уже Коллектив Не коллектив Просто Иск К бывшим Топ Менеджерам Банка Производный Иск К Бывшим Топ Менеджерам Тольятти Азота На 700 Миллионов И Конечно же На мой взгляд Один тоже Из самых Интересных Случев Коллективный Иск Поданный К МТС В Соединенных Штатах Америки Из-за Узбекского Дела Когда МТС Заплатил 850 Миллионов Долларов Американским Регуляторам Прочитайте То что там Происходило Напоминает Блокбастер Да В 2019 Году Юридическая Фирма Дэби Войс Плинтон Проводит Срез По рынку По судебной Практике И заявляет О том Что Растет Не только Число Успешных Исков Поданных Директорам Но и Сумма требований Что мы имеем По факту За Трехгодичный Период Хард-маркета Западная Четверка Теряет Отчасти Свои мощности Лимиты Сокращаются С 25 Миллионов До 15 По факту Рынок Если Раньше Можно Как я сказал Было набрать 250 Миллионов То сейчас Уже Сумма Не превышает 100 Рынок Единственное Поддержало То что Впервые В 20-м году На него вышел Сбербанк И Альфа Смогла Купить Перестраховочную Защиту Называется Облигаторная Опять же У них Получилось На 1 год Стоило Немало Денег Но В любом Случа В какой-то Мере Этот рынок Поддержал Если Раньше Можно было Купить Договор С лимитом 100 миллионов Долларов За 100 Тысяч Долларов То Сейчас Об этом Можно Ну К 20-му Году Об этом Можно Было Уже Мечтать Тарифы Выросли В 2,5 раза Для простых Компаний И 3-6 раз Для крупных Публичных Современные Реалии Современная Эпоха Я думаю Со мной Согласятся Многие Профессионалы На рынке Началась В 22-м Году Западный Рынок Оказался Для нас Полностью Закрыт Мы Оставились Сами По себе С одной Стороны Хорошо Потому что Убытки Которые Происходили На западе Они Перестали Влиять На Российские Реалии Но С другой Стороны Нам Порезали Лимиты И По факту Если Можно было Найти 250 Миллиардов 15 17 Миллиардов Рублей По Тогдашнему Курсу То Сейчас Эта сумма Упала До 5 И это При условии Участия РНПК Без 3.3.5 Про РНПК Я решил Лично Озвучить Про Этих Я Лишь Презентацию Упомянул Не поместилось Я Поэтому Честь Поэтому Я решил Оказать честь И просто С трибуны Вас назвать Да Рынок Реконсолидировался Лидеры Остались С теми же Они Учатся Взаимодействовать Друг с другом Особенно При размещении Крупных Рисков Брокеры Как В прошлом Так и Сейчас Помогают Как раз Налаживать Эти Взаимоотношения Между ними Не всегда Это получается Потому что Каждый Тянет Пытается Перетянуть Дело На себя Но Вполне Успешно Получается Как-то Управлять Семь Последние Годы Как я Про 3,5 Миллиарда Я рассказал Если без Участия РНПК Я Хотя Разговаривая Про эволюцию Развития ДМД в России Хотелось бы Если у меня есть Время 4 минут Отлично Затронуть Некоторые Будущие Тенденции Как я Сказал ранее У нас Рынок Является Догоняющим Догоняющим Поэтому Исходя из того Что происходит Там С рубежом Штатов В Европе Сейчас Можно предположить Что возникнет У нас Во-первых Мне кажется Уже поднимался Этот момент Западный рынок Очень чувствительный К зеленой повестке Каждый раз Когда возникает Неаккуратное Неосторожное Заявление О том Что ваш продукт Создан с помощью Зеленых технологий Его можно переработать И Вы тем самым Пытаетесь Показать То что вы в тренде Поддержать Стоимость собственных акций И Находятся инвесторы Которые там прислушиваются И покупают эти акции И когда Это оказывается Либо преувеличением Либо ложью Возникают коллективные иски Да Возникают коллективные иски То же самое Произошло с Искусственным интеллектом Только за последний год В Штатах было подано Один из коллективных исков Например Произошло с компанией GitLab Они создают платформу Для совместных Антиразработок Сказали то Что внедрили Искусственный интеллект По факту И это приведет К увеличению Прибыли и дохода Выручки По факту По факту Это лишь Введение в заблуждение Спустя некоторое время Ничего не произошло И они получили В свою сторону Коллективный иск Важным событием Которое Произошло В российском Юридическом поле Которому я хотел бы Упомянуть Это 19-й год Осень Появилась У физических лиц Появилась возможность Подавать коллективные иски Чего раньше не было Это была возможность Такая возможность была Идти через Профсоюзы И прокуратуру Но До 19-го года Невозможно было Собраться в группу И На кого-то Зайти Хорошо И Буду честен Я пока не вижу Чтобы Этой возможности Защитные интересы Пользовались Потому что Если брать Даже такие Резонансные случаи Как например То что произошло С питерской биржей Когда они обещали Все надежные цепочки Депозитария По факту Этого не произошло И Они В том числе Об этом говорили Чтобы поддержать Свои котировки Потому что Вопрос витал в воздухе И было огромное Негодование Со стороны инвесторов Когда торги закрылись Но Тем не менее Никаких последствий Не произошло Я Не отследил Никакого возможного Иска Со стороны инвесторов Возможно Наш рынок К этому не готов Возможно Требуется Еще немало Времени Или какое-то Какое-то событие Которое покажет Что на этих исках Можно заработать Тогда может быть Интересно Как это будет в России Происходить На самом деле Санкции В ближайшее время Вряд ли Отмены И Нам нужно Развивать рынок ДНД Своими усилиями В 2024 году Произошла Перезагрузка И она Длится До сих пор Но С развитием Судебных систем Которые Я не сомневаюсь Будут возникать Все чаще Вот эти Коллективные иски И возможно Нас будет ждать Собственный Хардмаркет Но Его возможно Будет избежать Путем Более глубокого Проникновения ДНД В деловую среду Посмотрим Что нас Будет ждать Спасибо Спасибо большое Это был взгляд Брокера Сейчас мы послушаем Взгляд Перестраховщика Основного Перестраховщика России Анна Леонидовна Чинникова Пожалуйста Пока Анна Леонидовна Идет к трибуне Можно я задам Вопрос Сергею Вот из всего Того количества Ванкрост Которого и в штуках И по-разному Препарировали И представили Был ли хотя бы Один кейс Когда У Лица В отношении которого Случалась Субсидиарная ответственность Был договор Страхования Ответственности ДНД Хотя бы Один Я Не совру Просто как человек Причастный И знающий На сто процентов Потому что Получал удовлетворение Собственных требований Из этих Полисов Да Случалось И второй момент Всем известен Кейс Собственно говоря Промсвязь банка Он Почему притч Во языцах Потому что Там много информации В том числе Касающейся того Что какие-то выплаты По полису Все-таки были Ну а дальше Уже нюансы Да Да Полисы были Я могу ответить Как человек Который Видит Очень много Практически Большинство Крупных полисов Полисы были Да Убытки есть Они до сих пор Некоторые на стадии Регулирования Так Как мне В какую сторону Вы пристали Право Отлично Все работает Да Добрый день Меня зовут Анна Овчинникова Я Начальник управления Перестрахования Ответственности Финансовых рисков Российской национальной Перестраховочной Компании Фактически Это единственный Сейчас Перестраховщик В России Который держит На себе Левиную долю Всех рисков В том числе И по ответственности Директоров Мне очень приятно Выступать В стенах МГИМО Я сама Закончила Факулитет Страхования Рэйми Неплеханова Преподавала В аспирантуре И как будто Сейчас прям Преподавать Очень любила И как будто Сейчас прям Старые добрые Времена Вернулась Спасибо большое Что дали Возможность Выступить Я с Александром Хоть тема совпадает Но я с ним Не договаривалась Что мы будем Освещать Но получается Что я дополню В некоторой степени Речь Александра Расскажу Так как я Работаю в блоке Андеррайтинга Отвечаю за оценку Рисков Я больше делаю Упор на Развитие Диндо Сейчас И на оценку Рисков Текущих Текущих Ситуаций Какие риски Есть Как от них Защититься То есть Если кратко Риски Растут Субсидиарная Ответственность Это очень серьезно Диндо Покупать Нужно Но Нужно Очень Большое Внимание Уделить Чтению Самого Договора И урегулированию Убытков Причем Уделить Внимание Со всех сторон И со стороны Того Кто покупает Со стороны Того Кто продает Со стороны Того Кто перестраховывает Со стороны Того Кто Урегулирует Убытки То есть Все должны Очень Быть Внимательны К тексту договора и к оценке рисков. Страхование 1.2 относится к страхованию финансовых линий. Очень-очень сильно реагирует на любую экономическую ситуацию, на любые изменения экономической ситуации, на любые кризисные явления, на законодательство, на судебную практику. То есть эти полисы, в убытках этих мы видим отражение всех фактически текущих тенденций. Как мы оцениваем этот рынок, эти риски, начиная с 2020 года? Рост рисков начался как раз во время пандемии. То есть условия неопределенности, пересмотр стратегии компании, риски банкротства, риски роста задолженности, появились киберриски в связи, в том числе с переходом на удаленку и переход на другой софт. То есть риски начали расти. Что дальше? 2022 год. Мы наблюдаем дальнейшее увеличение рисков, санкции, падение котировок. Российские компании уходят, в том числе, с западных бирж. Бизнес международный переформатируется. Компании некоторые редмицеллируются в России. Западные компании продают свои активы российскому менеджменту. Отчетность компании закрывается. То есть отчетность является основным, на базе чего андрейтеры должны оценивать риски ДНДО, риски компании. Соответственно, при закрытой отчетности очень сложно вообще что-то оценить. То есть для оценки рисков это минус. Поиск новых контрагентов. То есть у нас все эти факторы, они одновременно начали действовать и, на наш взгляд, очень существенно привели к росту рисков. И особенность данного вида страхования, это огромный лаг между самой ошибкой, ее обнаружением, наступлением убытков и подачей иска. То есть это может все происходить в течение 10 лет, например. Поэтому мы сейчас получили уже какие-то иски, связанные с новой реальностью, но можем сказать, что мы, скорее всего, получим чуть позже, еще дальнейшее будет развитие, мы получим еще иски, которые начали отрабатываться по рискам до 2020 года. с 2020 года. Что сейчас с рынком страхования ответственности директоров? Вот Александр уже упомянул, западный рынок начал расширять условия с 2018 года. В 2020 году это стало прям очень очевидно, когда начали резаться очень сильные емкости, стали очень резко расти тарифы. В 2022 году западный рынок уже стал недоступен. Наша компания приняла на себя так называемые хвосты по текущим договорам. То есть те договора, которые были перестрахованы на западном рынке, РНПК взяла до конца срока действия данных договоров. Далее у нас уже в 2020 году существовал, вернее, с 2020 года в РНПК существует свой продукт по страхованию ответственности директоров. Он как раз разработан в связи с увеличивающимися рисками и отражает российские реалии и по возможности максимально отражает российскую действительность и российское законодательство. По нашему продукту мы заключаем, конечно же, договоры, но в силу законодательства, которое предписывает нам брать 50% санкционных рисков, 50% от емкости в размещении, мы оказываем поддержку рынку на условиях других перестраховщиков. 50% от емкости. Могу вам сказать, что большинство рисков ДНД сейчас являются санкционными, потому что страховщики стали санкционными, компании стали санкционными. Большинство рисков они перестрахованы, естественно, у нас в размере 50%. Мы не видим пока спада каких-то негативных тенденций и можем ожидать, что какое-то улучшение с убытками и с рисками пока не наступит, но наблюдаем за ситуацией. И сейчас поговорим об убытках. Какие мы наблюдаем убытки за последние годы? Заявляются старые ошибки в связи с большим этим лагом наступления и обнаружения заявляются в текущие договоры старые ошибки. Полис ДНД отрабатывается обычно по схожим обстоятельствам и убыткам. То есть, если начали заявляться какая-то серия убытков, она будет заявляться как этим клиентам, так и другими клиентами. То есть, будет прям серия одинаковых одинаковых исков. Иски, связанные с загрязнением окружающей среды, в основном там расходы на защиту. И вот мы приходим наконец к освещению субсидиарной ответственности. Да, есть искы связанные субсидиарной ответственностью. Как крупные, которые мы уже упоминали, так и не очень большие. Как правило, это дочерние компании крупных предприятий. И у нас еще до сих пор лежат на столах убытки, начиная с 2017 года. То есть, убытки регулируются достаточно длительно, и по каким-то полисам еще платятся до сих пор расходы на защиту. Считайте, вот уже семь лет. Судебная практика не очень, скажем так, развита в страховании ответственности директоров. сложно сейчас вообще предсказать исход какого-то иска, потому что они единичные. Я, наверное, вот так вот навскидку знаю два-три иска, которые там из презентации в презентацию они ходят. Я даже не буду про них упоминать. Там Альфа страхования судилась с одной компанией Промсвязьбанк. По Промсвязьбанку можно почитать в открытых источниках очень много информации. То есть, субсидиарная ответственность на самом деле очень штука важная, штука серьезная, очень большое внимание, ну, страшно, вообще страшно жить, понимаете? Но с точки зрения получения такого иска, да, и дальнейшей защиты от него, конечно, да, если я бы была директором, я тоже руководитель какой-то степени, поэтому конечно, просто сумма исков огромная, вас может могут привлечь вместе со всеми заодно, и вы, по-моему, при банкротстве, насколько я знаю, эти иски вы не сможете списать, они на вас так и будут, правильно я все говорю, да? Да, да, требования по корпоративным убыткам и по субсидиарной ответственности в личном банкротстве не списываются. Своим имуществом, имуществом своих родственников еще будете. Прецеденты были, но не всегда все. Судебная практика такова, что будут взыскивать еще и с родственников, которые еще окажутся контролирующими лицами. Субсидиарная ответственность, соответственно, это долги, когда взыскивают не только с должника, но и с любого лица, который его контролирует. Куда, конечно, могут попасть директора, безусловно, наряду с собственниками предприятий. Мы видим тенденцию сейчас на смягчение подхода к владельцам и руководителям бизнеса. То есть, не всех повально прям привлекают. Я просто помню несколько лет назад, ну, просто вот по списку. Соответственно, требуется доказательство вины, вины ответчика для приплечения к этой ответственности и причины, естественно, следственная связь между его действиями и наступлением банкротства. И бездействия тоже, да, и наступлением банкротства. То есть, с одной стороны, страшно, но не настолько. Вот. Здесь я хочу кратко остановиться на тех параметрах вида, которые очень важны при урегулировании убытка, которые должны проверяться первым делом, да, вот хорошо Ирина сказала, первым делом, когда получает компанию иск, она смотрит, вообще, кто это, потому что очень часто это, оказывается, не застрахованное лицо. Да, то есть, когда получаем мысль, да, кто это вообще такой, кто он там, руководитель дочерней компании, внучи этой компании покрываются, да, есть такое понятие, как обособленные компании, где компания страхователь назначает своего директора, кто он вообще такой, он вообще застрахован, то есть, это самое важное, что нужно первым делом посмотреть, и это очень важно при, вот я в конце как раз неочевидна, при урегулировании убытка по субсидиарной ответственности, потому что там будет прям огромный круг лиц, и многие из них не будут застрахованы, то есть, собственники, они не застрахованы, была история, когда пытались делать изменения в законодательстве, чтобы предложить страховать всех КДЛ-ов, контролирующих лиц, но это прям очень существенно разрастается тогда ответственность страховщика, получается, он просто за все будет отвечать, за всю компанию, да, хотя на самом деле директоров, наверное, у директоров все-таки здесь больше ответственности, чем у собственников, что важно, иск должен быть предъявлен застрахованному лицу, который на конкретной должности выполнил конкретные действия, был у нас иск, который уже упоминали, когда в решении суда было написано, что он действовал как контролирующее лицо, хотя при этом он был еще и руководителем, да, но это не страховой будет случай, потому что он не застрахован по полису как собственник, как КДЛ. Еще очень важный момент, страхование ответственности директоров покрывает только убытки, ни штрафы, ни налоги взыскать здесь нельзя, нельзя взыскать убытки, связанные с противоправными действиями в силу законодательства, мышленными действиями, это тоже очень важно при регулировании данных убытков способствия усилиярной ответственности, такой момент, важно посмотреть в какой период попал этот иск, потому что договор страхования действует на базе claims made, в договор страхования, в срок действия договора страхования или там расширенный период должен попасть этот иск, должен попасть этот убыток, очень часто при регулировании убытков оказывается, еще бывает ретроактив, то есть покрываются прошлые ошибки, очень часто при регулировании убытка это не соблюдается, то есть выясняется, что ошибка была в тот период, когда не была застрахована или иск был предъявлен тогда, когда, собственно говоря, полиса не было. И то же самое касается того, кому предъявляют, то есть компании иски не покрываются при страховании ответственности за требования, есть исключение это покрытие С, по ценным бумагам, но по общему правилу, если даже компании что-то предъявили за действие директора, но не директору, это очень важный момент, почему-то некоторые говорят, ну, как бы, это не важно, важно, иски к компании покрываться не будут, а если будут предъявлены иски к компании и к директору, иски к директору будут покрываться, иски к компании покрываться не будут, но я иду по одним и тем же основаниям. Нужно осторожно разделить расходы на защиту. Это целое искусство. Спасибо большое. Вернусь к началу своего выступления. Очень важно оценить риски. Очень важно оценить, что сейчас в компании происходит, потому что в компании перепрофилируют деятельность, ищут новых поставщиков, ищут новые страны для сбыта. Наоборот, для того, чтобы комплектующие им поставляли. При страховании рисков, например, дочерних компаний, международных компаний, важно понимать, что вообще происходит. Может, они уже с рынка практически одной ногой. Как знаете, у нас столько рисков мы видели. Вроде ушли. По всем новостям вроде ушли. Но все знают, что они работают. Понимаете? Вот. И они действительно работают, как потом выясняется, при анализе их отчетности и заявлений. Они действительно работают, у них все хорошо. Но вот их материнская компания объявила, что мы сворачиваем деятельность. Соответственно, важно оценить вот этот период, который страховщик хочет покрывать. Хочет он давать ретерактивное покрытие, хочет он давать расширенное покрытие. Потому что все вот эти периоды, они могут быть очень длительные, размывают риск во времени, и получается, он становится просто неуправляемым. То есть важно контролировать периоды, когда покрывается иск. И, соответственно, страховщик тоже должен оценить, были ли прошлые какие-то обстоятельства в истории. Хочет ли он их исключить из текущего полиса. И, соответственно, хочет ли он исключить иски, связанные с субсидиарной ответственностью, потому что считает, с банкротством, потому что считает, что эти иски чрезмерны для этого полиса. У меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Замечательно. Коллеги, мы выяснили, как развивался ДНДО в России, но осталось понятие, что же нас ждет. Поэтому очень интересный доклад, я надеюсь, будет заключительный доклад. Будущее ДНДО, что нас ждет. Взгляд адвоката, пожалуйста. Илья Чехин. Коллеги, всем добрый день. Илья Чехин, старший юрист кислот-флоу. Да, сегодня мы рассмотрим будущее ДНДО. Мы так начали с проблем, сложностей, насколько у нас тяжело применяются данные институты и так далее. Обозначили то, что действительно море исков у нас существует в настоящей действительности. Не просто так этот слайд у нас, потому что действительно страхование ДНДО подразумевает огромное количество претензий, которые покрываются данным полисом. Страхование ДНДО подразумевает, опять же, страхование ответственности директоров в топ-менеджментах перед акционерами, собственными третьими лицами от различного рода претензий по взысканию материального ущерба. Хотелось бы обозначить, что претензии эти могут быть не только гражданско-правовые, но в том числе и публичные правовые. Сюда мы относим и налоговую ответственность, и административную ответственность, в том числе и уголовное преследование. То есть достаточно большой блок требований, которые могут быть предъявлены к должностным лицам и руководителям. И от этого, конечно, должностным лицам и руководителям становится грустно, потому что вот эта темная облачка, она над ними всегда висит. И вот-вот внезапно может разразиться гром, а когда, неизвестно, но все думают, что в ближайшее время. Соответственно, законодательная база и инструментарий, которым оперирует юрист, это целая, именно по требованиям гражданской правовой направленности, это целая глава закона о банкротстве, глава 3.2, который подразумевает и излагает основные положения по привлечению к субсидиарной ответственности. Это ряд специальных положений в законе о банкротстве по, в частности, кредитным организациям. Это отдельные постановления пленума 53-62, которые дополняют и конкретизируют определенные презумпции, критерии по доказыванию определенного состава убытков, оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, ряд иных правовых позиций Верховного суда и статья 53-1, которая также рекламентирует возможность привлечения к материальной ответственности директоров и руководителей компаний. В связи с этим возникает ситуация, когда с таким достаточно большим и сложным инструментарием застрахованному лицу, руководителю приходится сталкиваться, работать и что-то как-то из этого нужно выходить. Для этого, как правило, привлекаются квалифицированные юристы и в первую очередь, конечно, эти юристы должны быть согласованы со страховой компанией, то есть обе стороны должны понимать, что действительно по данному риску работают профессионалы и что по итогу будет оказана квалифицированная юридическая помощь. Но, опять же, возникает резонный вопрос о том, кто будет, собственно, нести данные расходы на юристов, как они будут нестись и, соответственно, может ли, в принципе, страховая компания потребовать назад данные расходы, когда они были уже возмещены. То есть отсюда возникает ситуация, когда расходы на защиту, они чем важны? Тем, что когда наступает субсидиарная ответственность, подается претензия, возбуждается дело, взыскиваются убытки. Как правило, это, скажем так, должностное лицо, руководитель находится не в самом приятном состоянии. То есть это, в первую очередь, сказывается на его имущественном состоянии. Если идет спор, к тому моменту уже потенциально денежных средств на оплату квалифицированного юриста у застрахованного лица нет. Либо к тому моменту, с чем мы часто также сталкиваемся, это принятие обеспечительных мер. То есть на момент рассмотрения спора, еще до вынесения решения по существу, уже все имущество арестовано, счета заблокированы и фактически нельзя даже условно привлечь юристов, чтобы они оказывали юридическую помощь. Уж тем более квалифицированы, уж тем более, скажем, юристов, которые точно знают, как работать с инструментарием субсидиарной ответственности и со сложным инструментарием страхования. В статье 962 предусмотрена норма, согласно которой расходы на защиту, собственно, они подразумевают два основных элемента. Первый это то, что они направлены на защиту от предъявленного требования, то есть претензии, которые предъявляются застрахованному. Поэтому все расходы на защиту, они подразумевают в том числе защиту от этих претензий и в том числе они направлены на минимизацию данного убытка. То есть как раз таки статья 962 говорит о том, что расходы, понесенные на минимизацию убытка, а предъявленная претензия, это и есть потенциальный убыток, они подлежат возмещению страховщикам. Соответственно, в теории выделяют несколько подходов. Здесь, опять же, можно обратить внимание на то, как соотносится страховой риск. То есть некоторые выделяют страхование ответственности как отдельный риск, страхование расходов на защиту как финансовый риск. Мы со своей стороны рассматриваем страхование ответственности и расходы на защиту как единый взаимосвязанный элемент. В данном случае расходы на защиту, которые предусмотрены, они направлены на минимизацию данного убытка. Что касается особенностей, да, и с чем приходится сталкиваться, опять же, на практике. Статья 962, которая определяет возможность возмещения страховщикам расходов на защиту, она может также и блокироваться. Блокируется она положениями статьи 963 и именно наличием умысла. То есть умысла на самом деле достаточно интересная вообще история происходит в судебной практике и с применением положения статьи 963. То есть в данном случае статья 963 определяет, что при наличии умысла страховщик вправе отказать выплату страхового возмещения. То есть если действия совершены застрахованным лицом умышленно, то действует специальное исключение. Соответственно, расходы, которые были понесены в порядке 962 статьи, они подлежат возврату. То есть застрахованное лицо возвращает данные расходы с страховой компанией. У страховой компании есть собстоятельное право требовать возврата данных денежных средств. Но опять же важно понимать, когда это основание возврата денежных средств, расходов возникает. Важно понимать, что форма вины для взыскания убытков и субсидиарной ответственности имеет второстепенное значение. То есть если мы рассматриваем уголовное преследование, то здесь обязательным, конечно, элементом будет доказывание вины. То есть в какой форме, форме умысла или неосторожности было совершено преступление. В гражданско-правовых претензиях вина, она скорее предполагается, и если достаточно ее само наличие, неважно в какой форме, форме умысла, неосторожности, так как в гражданско-правовых требованиях доказывается определенный состав в виде нарушения права, причинно-следственная связь, причинение вреда, размер, наличие этого убытка. При этом по множеству видов ответственности вина в гражданско-правовых требованиях предполагается. То есть изначально презумпция обратно работает, невиновность. Тут работает презумпция скорее виновности, тебе нужно будет опровергнуть то, что ты совершил, ты не виноват в возникших убытках. Соответственно, в судебной практике по гражданско-правовым спорам, ввиду того, что не нужно доказывать наличие вины в форме умысла или неосторожности, суды применяют различные формулировки, которые позволяют так или иначе отнести их к умыслу или к неосторожности. Опять же, здесь важно отметить, что в тех спорах, где рассматривались убытки и вопрос привлечения в субсидиарные ответственности, либо, а, суды делают ссылку на уже вынесенный приговор, где вопрос формы вины уже рассмотрен, соответственно, суду не нужно заново что-то придумывать, он исходит из тех обстоятельств, которые вынесены в приговоре. Либо, б, это когда приговора нет, и суду необходимо все-таки определить, с какой степенью, в какой все-таки форме вины были совершены, какое отношение субъект имел к данным убыткам. И, как правило, из разъяснений пленума, из положений закона следует, что для этого необходимо доказать два критерия. То есть это неразумность и недобросовестность. То есть, опять же, из двух этих критериев неразумности и недобросовестности нужно суду понять, какой из них ближе к форме вины, к умыслу или к неосторожности. То есть мы, опять же, исходим из той судебной практики, которую видим, что зачастую, если суд применяет, квалифицирует обстоятельства и излагает, устанавливает обстоятельства с уклоном на недобросовестность. То есть предполагается, что совершенные сделки не имели экономического смысла, допустим. То есть, да, или застрахованное лицо распространял недостоверную информацию. Все это предполагает некий умысел, хотя в судебных актах, ну, очень редко, когда можно найти упоминание о том, что данное деяние совершено в форме умысла. Соответственно, если бы такое было прописано, тогда действительно страховщику достаточно просто отказать. Сразу здесь форма вины установлена. Чаще всего на практике сталкиваются с неким толкованием умысла и тех или иных отсылок к тому, действительно, какие действия были совершены. Зачастую из того, что мы видим, суды склонны толковать различные действия руководителей и должностных лиц как совершенных в форме умысла, не говоря прямо об этом в судебных актах. Соответственно, появляются безусловные основания для применения статьи 963 и отказа, во-первых, выплаты страхового возмещения, во-вторых, в требовании возврата выплаченного расхода на защиту, если он уже был выплачен, либо если он не был выплачен, то, соответственно, возместить данный расход застрахованному лицу уже не представляется возможным, поскольку страхового случая нет. Да, да. В данном случае мы также вот уже не раз обращали внимание на судебную практику. Я на ней остановлюсь буквально на несколько секунд. То есть, действительно, судебная практика, она очень маленькая, очень незначительная. То есть, всего три судебных кейса, два из которых связаны с делом Промсельсбанк Ананевы. И одно дело, это компания Вэллс инвест против альфа-страхования. То есть, конкурсный управляющий пытался взыскать 500 миллионов рублей с альфа-страхования. В этом деле было установлено, что должностное лицо, там, собственно, была уголовная ответственность, было установлено ряд неверных действий, ошибок допущенных, ну и, собственно, вывод активов, прямое исключение 963. Во втором деле, где именитая коллегия адвокатов пыталась взыскать сумму страхового возмещения в виде расходов на защиту, соответственно, страховщика, там суды достаточно интересные делали выводы, несмотря на то, что была цессия, то есть право требования, выгода приобретателя, да, застрахованного лица были переданы коллеге адвокатов, несмотря на это суд указал, что согласия страхователя на уступку не было, несмотря на то, что выплаты были и ранее, суд указал, был аванс, аванс допускается, дальше, собственно, мы вам платить ничего не будем. То есть, ну, там очень много было интересных отсылок, то есть для изучения вот эти два кейса, они имеют ключевое значение для понимания того, как Дзиндоу работает в судебной практике. И, собственно, какие выходы мы видим в сложившейся ситуации, когда, опять же, возвращаясь к ранее сказанным словам, о том, когда застрахованное лицо находится в ситуации, когда ему нужна квалифицированная юридическая помощь, то есть привлечение специалиста по вопросам субсидиарной ответственности, убытков и страхования, когда приняты обеспечительные меры и, соответственно, все счета заблокированы, в данном случае возникает ситуация, когда все-таки юридическая помощь требуется. И вот мы совместно с коллегами из страховой компании Turicum разрабатываем в настоящий момент продукт, продукт защиты, который подразумевает возможность на случай вот таких неблагоприятных последствий для застрахованного лица все-таки получить ту самую юридическую квалифицированную помощь по достаточно большому объему претензий. То есть, во-первых, данное соглашение, оно заключается в том числе с корпорацией. Это является определенным элементом общего социального пакета, то есть приобретается помимо полиса D&O также продукт защиты, который подразумевает, что самое ключевое, что с момента вынесения решения против застрахованного лица, если вдруг устанавливается умысел, то в таком случае юридическая защита продолжает действовать, то есть юристы продолжают оказывать юридическую помощь, независимо от наличия умысла, то есть когда фактически полис D&O прекращает свое действие. При этом важность этого продукта заключается в том, что оказывают ее квалифицированные специалисты, полис действует аналогичный период страхования, как и предусмотрен в полисе D&O со всеми ретроактивными датами, при этом включает достаточно большой объем претензий практически всех, начиная от субсидиарной ответственности, заканчивая убытками, исками по экстрадиции, уголовным преследованием и так далее. То есть будущее есть. Будущее есть, да, безусловно. И вот проблема, с которой многие застрахованные лица сталкиваются, именно с возможностью компенсировать свои расходы, она сейчас есть. И вот одним из способов разрешения этой ситуации является заключение в дополнение к полису D&O, продукты защиты с юристами, которые уже будут... У меня вопрос, Сергей Александрович, все-таки попроще как-то можно сказать, в чем идея основная, да, продукта? Это, да, конечно, конечно. Конечно. Идет о том, что защита юридическая будет действовать тогда, когда не будет оснований для получения страхового измещения. Спасибо. Все верно. То есть... Достаточно просто. В смысле, полис отдельно, а защита отдельно? Это приобретается в комплексе. По цене соотношения. Какое приобретение? Я не прав цену встанет. Нет, дело даже не в цене. Как работают вместе, все понятно. Когда не работает полис, работает это юридическая защита. Да, да. А как они делят денежки с историковым по приобретаемой защиты? Не делим, я вообще не знаю. Конечно, да. Происходит сразу номинация юриста, юрист приступает к работе. А вашему продукту не готовится? А если нет, то... Давайте я быстро отвечу. Безусловно, для того, чтобы начал работать договор защиты после того, как прекратил полис Диндоу, полис Диндоу должен быть в обязательном порядке. Более того, продукт защиты должен быть заключен в короткий промежуток времени, сразу же после того, как заключается полис Диндоу. То есть это параллельный продукт, который работает. И потерялся немножко смысл в том, что в тот момент, когда по Диндоу прекращается выплата и компенсация по продукту защиты, юристы заканчивают свою работу. А это в обязательном порядке? Конечно же, обязательно. Это условие в обязательном порядке, да. Обычно по полису, но у лишь как то, что... Своих не бросаем, да. Да, мы продолжаем работать. Все верно. Да, по всем абсолютно направлениям, вплоть до Верховного суда, если будет, опять же, оспорено на новое рассмотрение, опять же, продолжается защита в рамках продукта. Спасибо, поблагодарим. Капиталина Евгеньевна, хотели что-то сказать? Как всегда. Ну что же, я, наверное, от имени всех участников поблагодарю наших спикеров. Наверное, страхование ДНДО – один из, скажем так, самых нестандартных договоров страхования, в котором, помимо того, что много секций, много очень индивидуальных решений, которые связаны с корпоративным управлением и возможными, и невозможными доказываниями правильности и неправильности действий, которые могут привести к тем или иным искам в совершенно неожиданных ситуациях. Поэтому я думаю, что мы к обсуждению этой темы вернемся еще не один раз, в том числе и по мере развития правоприменительной практики и разрешения дальнейших споров в рамках и не только действующих договоров страхователей. Конечно, лучше бы, чтобы у страховщиков было поменьше такого рода прецедентов, но, тем не менее, именно они формируют спрос на страховую защиту, что страхование, которое не работает и не в конечном счете покрывает те обещания, которые были сделаны при заключении договора страхования, рано или поздно умирает. Мы понимаем с вами прекрасно, что спрос формирует предложение тогда, когда это возможно, а, соответственно, предложение без наличия спроса со стороны директоров и менеджеров, основанное только на ужасной статистике банкротства и всего остального, я думаю, что это не самый лучший аргумент для приобретения договора страхования, потому что тогда, когда иски есть, банкротство есть, страховщики не принимают это на страхование, это не та ситуация, когда... или принимают на страхование, но не оплачивают улыбки, это не та ситуация, которая мотивирует менеджменты и корпорации покупать такого рода страховую защиту. Мы понимаем, конечно, что емкость рынка существенно упала по сравнению с 2021 годом, но тем не менее, скажем, размеры потенциальных исков и участие РНПК дает определенную возможность распределить, скажем так, бремя несения убытков между разными, в том числе и личной заинтересованностью директоров и менеджеров. Я надеюсь, что директоры и менеджеры очень внимательно следят за правоприменительной практикой, которая в течение последнего времени очень существенно изменила экспозицию и, я думаю, у многих мотивацию занимают такие высокие посты, особенно в компаниях, которые сейчас являются флагманами, скажем так, изменения ситуации на рынке. Я не буду пессимистична, меня, правда, не вселила большой надежда в последние презентации «Если будущее у Диньгоу», поскольку она скорее сказала, что, ну, в общем, страхование-то Диньгоу, конечно, что-то, но вот-вот мы юристы, мы на самом деле, как бы главная скрипка во всем этом в моей игре. Поэтому я на самом деле надеюсь, что спрос на Диньгоу должен расти, и российские страховщики вполне, скажем так, успешно будут способствовать тому, чтобы потенциальные страхователи и застрахованные лица поверили в то, что этот продукт работает при правильном его использовании. Я надеюсь, что наша молодежь сильно обогатила свои представления о возможностях страхования и о том, что оно возможно там, где, казалось бы, невозможно на самом деле. Поэтому здесь, я думаю, что мы еще не один раз вернемся к этой теме. Я буду рада, если мы с русский иском выберем через год-полтора эту тему в качестве еще одного для обсуждения. Спасибо большое, Капиталина Евгеньевна. Как всегда, очень глубокий и точный анализ. Коллеги, мне хотелось бы сказать спасибо большой компании «Турикум», которая предложила идею, собственно говоря, сегодняшнего семинара. Очень удачно Кислофлоу вписался. Мы теперь понимаем, почему так органично все огромное. Спасибо РНПК и брокеру. Замечательный совершенно был доклад, мне очень понравился. Я тоже, с своей стороны, хотел бы всех поблагодарить. Прежде всего, организаторов. Да, вот Андрей Николаевич исправил море упущения. Я тоже хотел поблагодарить нового корпоративного члена нашей ассоциации, страховой компании «Турикум» за идею проведения такого семинара. Ну и за ваше терпение, аудитории, тем, кто был онлайн, проще было, наверное. Я надеюсь, им тоже было интересно, потому что, не знаю, как вам, мне показалось, что очень интересное обсуждение было, и оно будет полезно всем. Спасибо еще раз. Ну и, наверное, Расск, Владимир Владимирович, второй раз забыл сказать о том, что 29 октября... Следующее наше мировое приятие. Спасибо, Катерина Евгеньевна. Вот хорошо, что есть такие рядом соратники. У нас будет... Ну, мы впервые с МЧС будем проводить конференцию по экологическим рискам, чрезвычайным ситуациям, рискам чрезвычайных ситуаций, промышленной безопасности и ряд других тем. Это произойдет в помещении в НИИ ГОЧС, их институт, ведущий системой МЧС, 29 октября. Следите за информацией на сайте, и членам Росриска мы будем рассылать приглашения, программы и так далее. Еще раз спасибо всем. Да, и очень. В связи с объявлением про 29 октября МЧС нас реально ждет у всех, у всех к себе. Евгений, на выступаю, кстати. Да, это не только... Это один из наших флагманских проектов, который мы делаем, связанный с... Помимо рейкинга, который всем известен достаточно хорошо. Второй проект, который связан с влиянием климатических рисков на устойчивость страховщиков. Я чуть-чуть сегодня на конференции в ВСС показывала наши первые результаты. Не думаю, что мы к 29 октября сильно продвинемся в продвижении этих наших результатов, но в любом случае это начало трека, который должен дать, я надеюсь, достаточно серьезный и интересный результат, включая эти усилия, которые традиционно наши магистры и бакалавры дополняют, скажем так, в реализации задачи, которые мы перед ними ставим, и всегда им это тоже интересно. Так что вам огромное спасибо. 29 октября welcome. Если это еще раз, скажем так, стимулирует ваши исследовательские навыки и пожелания, будем только рады. Ну и сейчас нашу рабочую группу Русриск по поддержке нашего взаимодействия я попрошу буквально минуту на пять сдержаться, более подробно с Виктором Владимировичем переговорить. Спасибо вам большое. Удачи всем. Здоровья. Спасибо. Спасибо.